Добрый день! Меня зовут Вера и я рада всех приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео мне бы хотелось с вами поговорить о перце. Вот почему перец наш плохо растет. Вроде мы его подкармливали, хорошо за ним ухаживаем, да? Ну, как будто бы вот он стал на одном месте и все. И вот сегодня я хочу вам рассказать, что нужно сделать, чтобы перец действительно начал расти. Вот перчик относится к тем культурам, которые абсолютно не хотят расти на кислых почвах. И сегодня я вам хочу показать, что нужно сделать, чтобы стимулировать рост нашего перца. Даже если мы его использовали и перегной, и подкармливали нашими настоями из травы. Вот помните, с М-препаратами у меня было видео. И они вот постепенно, все вот эти вот наши перегной и подкормки, они закисляют нашу почву. И обязательно под перчик нужно раскислить почву. Конечно, лучше это делать с осени. Но если вдруг мы вот по какой-то причине ни осенью, ни весной не внесли раскислитель, то вот сейчас мы это можем сделать с помощью обыкновенного мела. Мел можно купить, ну, я не знаю, вот у меня курочки, я покупаю в отделе, где вот корм для животных. И вот это действительно, оно безопасное и эффективное средство. Мел это, ну, самый такой легкий раскислитель, да. В нем хороший, отличный вот прям источник кальция. И вот сегодня рецепт, который очень легко нам приготовить, вот в этом случае, чтобы помочь стимулировать рост нашего перчика, мы возьмем примерно 8 литров воды. Вот у меня небольшая леечка, мы возьмем сюда, нальем 8 литров воды. Так, ребята, берем 1 литр нашего прекрасного зеленого удобрения. Я его готовлю за сезон, ну, честно, несколько раз. Мне оно очень нравится, и оно вот подходит для моих питомцев. Как раз вот это у меня перчик на улице. Мне нужно сейчас наращивать еще зеленую массу. И берем раскислитель, наш мел. Примерно стаканчик. Одной рукой неудобно. Со стакана раскислителя нашего мела. Вот, ребята, добавили. Все это тщательно перемешиваем. И вот знаете, что бы я хотела сказать, что почему мы вот добавляем сюда и мел, и в то же время наше вот это вот натуральное удобрение. Потому что кальций, как говорится, без азота, он не будет усваиваться. И это будет у нас, ну, хорошим таким толчком для роста наших растений. Вот в нашем случае это перчик. Это у нас получилось, как, знаете, комплексное такое удобрение. И я говорю, это удобрение нам просто поможет нашим хорошим урожае будущим нашего перца. Ну, вот такие мои маленькие советы. Может быть, кому-то они пригодятся. Вы уж простите, вот одной рукой снимать, конечно, неудобно. А с вами была Вера и мой канал Моя Тепличка. До новых встреч, ребята. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok